Мы сегодня с вами собрались здесь, можно сказать, узким семейным кругом. Так собирались в стародавние патриархальные времена, устраивая домашние спектакли. Собирались за большим столом у какого-нибудь старинного массивного буфета. Таковой стал поводом для нового рождественского формата в больших веземах. Этот столетний буфет появился в приходе недавно. Он принадлежал известному русскому поэту Николаю Заболоцкому. В нем также хранятся посуды и полотенца. Прекрасно выполненный из разных пород дерева он свидетель и чтения стихов, и таинства их сложения, и встреч поэта с друзьями. Это поэтический буфет, необычный совершенно. Он наполнен словами, стихами своего хозяина. Николаю Заболоцкому выпало пройти скорбный путь, русскую Голгофу, невинное осуждение, лагеря, пытки. Но вера помогала сохранить душу и писать строки, которые подготовили, осмыслили и прочли воспитанники воскресной школы. Где-то в поле, возле Магадана, посреди опасностей и бед, в испарениях мерзлого тумана, шли они за розовыми вслед. Читали и произведения другого поэта-сидельца, Осипа Мандельштама, который незадолго до смерти наблюдал, как чугунная баба разбивает тайную вечерю на церковной стене. Небо вечери в стену влюбилось, Все изранено светом в руку, Провалилось в нее, Осветилось, Превратилось в тринадцать голов. Спектакль в отсутствии новозаветных героев, традиционно вспоминаемых в эти дни. Он рассказывает о других пророках, коим Господь относит творцов, несущих свет и своей жизнью, и бессмертными произведениями, и немало их в двадцатом веке. В этой роще березовой, вдалеке от страданий и бед, где колеблется розовый, немигающий утренний свет. Если подумать, оно о смерти и о воскрешении, о воскрешении жизни. То есть, опять же, мы везде видим образ Божий, образ Сына Божия, как он... И воскрешает во всех людях. Так Изоболотский нам передал этот образ, по-моему, очень ясно и так торжественно. Потому что в завершении все заканчивается воскрешением. А еще в этот вечер ребята разыграли сценки, рассказывающие о праздновании Рождества Христова в Испании, Франции, Греции, России. Через историю святых Андрея Критского, Святой Женевьевы, Святого Якова, Сергия Радонежского устроили своеобразный обзор журнала «Православная Европа». Иллюстрацией они стали специально поставлены. Хореографические номера и бессмертные образцы мировой музыкальной культуры. Мы хотели привнести какое-то новое понятие Рождества. И мы, как нашим праздникам, показали, как празднуют Рождество в других странах. И вообще, как другие страны к православию относятся. Мы выбрали четыре страны и раскрыли эту тему, мне кажется, достойно. Финалом торжества стал традиционный для любой страны рождественский стол с пирогами. Ольга Винтер, Одинцовское облагочение, телекомпания Одинцова.